Я не привыкла выступать на таких площадках особо часто. Мне даже было очень волнительно, когда меня пригласили сюда, и я, в общем, не понимала, какой я линейный тренер, в общем-то, каким я остаюсь до сих пор, здесь понадоблюсь. Но когда я увидела аббревиатуру выступлений именно по спорту, право на спорт, я подумала, что действительно есть что сказать. Я постараюсь сейчас это сделать. Ну, в художественной гимнастике, я буду говорить о своем виде спорта, мы были абсолютные лидеры в течение 25 лет. У нас 51 медаль Олимпийских игр, золотые и серебряные в основном. Больше золотых, все золотые, кроме последнего Токио, как уже сказал. Ах, кто у меня, статс-секретарь. Вот. И 462 медали чемпионатов мира и Европы. Это серьезная такая была заявка для Международной Федерации, которая решила уже давно, уже давно эту тенденцию остановить. Не получалось ни у президента Итальянской Федерации, которая была у нас, ни у других. Но вот сейчас получилось в отсутствии зрителей, в отсутствии тренеров с масками на лице, получилось сделать в Токио. Требует универсальности. Очень неприятно руководству и Международной Федерации, и, наверное, Международному Олимпийскому комитету, что все время занимают эти призовые места спортсмены из России. Но не думая о том, что, например, по плаванию все время австралийцы, американцы занимают места, а эта история, как говорится, об этом умалчивает. Но Россия всегда была и есть и будет как мишень для каких-то разговоров, потому что у нас считают, что в международных кругах, что Россию нужно поставить на место. И вот даже сейчас выступления есть такие, что вот нет России, и такой разнообразный пьедестал, очень разнообразный. Девочка, которая у нас на первенстве мира среди юниоралов занимала 15-е место, проходящее в Москве в 2019 году, сейчас на чемпионате мира занимает второе среди взрослых. Вот такой уровень. И поэтому надо найти хорошее в плохом. С одной стороны, конечно, плохо, что нас убрали, что нас не допускают, что у нас дискриминация, что нас хотят вообще причислить к, мягко говоря, бомжам. Например, мэр города Парижа сказал, что мы должны выступать в такой команде. Знайников я даже не хочу повторять эти слова, я не запоминаю их. Но, с другой стороны, нам дали возможность вместо двух спортсменов на Кубке мира и вместо одной команды, например, в групповых упражнениях, сделать так, чтобы у нас на соревнованиях выступали наши регионы, а их 80 с лишним. И можете себе представить, что 80 команд прекрасных спортсменов из разных регионов теперь имеют возможность постоянно участвовать в международных соревнованиях. Никакого сейчас запрета нет на это. В смысле и в том, что у нас изменилось ЕКП, благодаря Министерству юстиции. Спасибо огромное, низкий поклон. Все было оперативно сделано. И у нас все это сейчас стало легитимным. И международные соревнования, и выполнение звания мастера спорта международного класса у детей появился стимул. У нас участвует огромное количество, у нас чемпионаты мира проходят на наших площадках сейчас. И в огромность нашей стране в разных регионах все это практикуется. Кроме этого, мы сейчас перешли от слова «федерация», у нас вообще не употребляется, мы перешли клубным названием. Клуб «Газпром», клуб «Россия», клуб «Авангард» и так далее, и так далее. И это не подходит ни под какие санкции, которые объявили нашим федерациям. Международная федерация в международных кругах. Дети выступают, дети соревнуются на самом высоком уровне, как и было, так и есть. И нам в какой-то степени это даже помогло. Эти санкции нам помогли развивать наши соревнования, наших спортсменов, которые сейчас добиваются, и даже мы изменили правила соревнований, чтобы не подпадать ни под какие юрисдикции Международной федерации. У нас есть свои правила, которые мы провели, и которые дают нам возможность расти. А что было при том, когда у нас были международные правила? Нас все время старались остановить, остановить Россию. Каким образом? Обрубить голову, подтянуть хвост. И получилось нечто среднее. И уже многие тренеры в России к этому начинали привыкать. Ан нет. Мы сейчас вернулись к тем правилам, на которых выступали наши гимнастки и всех лет в Афинах, и Алина Кабаева, и Ирина Чащина, которые делали очень большое количество элементов, и которые говорили, что это только могут делать русские. Неправда. У нас тренировалось перед Олимпийскими играми разных лет 24 страны, спортсмена, которых мы готовили к Олимпийским играм. И скорее у нас девочка заняла 4 место из Казахстана, 4 место на Олимпийских играх из Азербайджана. Ну, даже сложно представить Австралию, Новая Зеландия, Америка постоянно у нас была на сборах. Сейчас они нас потеряли. Не мы их потеряли, они потеряли нас, наших спортсменов, наших тренеров. Но мы должны перестроиться. Конечно, все правильно было сказано до меня о том, что ШОС, БРИКС, СНГ – это очень сильные организации, которые по договорам с нашим министерством иностранных дел, с нашими правительствами, с нашими президентами должны договориться о том, что они будут сюда пускать и приглашать ведущих спортсменов, пока они боятся это делать, потому что федерация запрещает, негласно запрещает участвовать в наших соревнованиях, а нам в их. Говоря о том, что это продиктовано тем, что безопасность должна соблюдаться. Это неправда. Нас везде всегда принимали прекрасно, и спортсмены нас любят и хотят, чтобы мы там участвовали. Нет конкуренции – нету спорта. Спорт – это конкуренция. Если нет сильных конкурентов, Олимпийские игры теряют свой смысл. И к этому все идет. Вот по боксу у нас соревнования прошли в Ташкенте. Там участвовало 100 стран, но не участвовали Соединенные Штаты. Почему? Они сделали свою лигу. И мы давайте сделаем свою лигу. Давайте сделаем такую лигу, как КХЛ, НХЛ, клубов, и будем выступать клубами, и будем проводить альтернативные Олимпийские игры. В этом задача. Их задача в том, чтобы разъединить молодежь, потому что на Олимпийских играх молодежь вся соединена, они дружат, и это будущая страна. А их задача, чтобы этой дружбы не было, разъединение, разделяя и властвуй. Давно известный постулат. Мы должны этого не допустить, если не хотят. Пусть они 30 стран Европы, как мы сейчас называем, недружественные. Пусть они объединяются и выступают. С 15-го места на второе, если им это интересно. А мы будем развивать это среди всех стран, которые мы только что назвали. И это будут альтернативные Олимпийские игры тоже. Вот сейчас у нас проходят с Белоруссии. К нам приезжают очень многие, хотят приехать. И они тоже теперь приезжают под названием клубов, для того, чтобы к ним тоже не применялись никакие санкции. Их руководство не волновалось за то, что они приезжают в Россию. Кроме этого, у нас сейчас проводятся спектакли, в которые дети имеют возможность выступать под симфоническую музыку, под пение живых, как говорится, голосов, мировой оперы. Мировые певцы, такие, как Ильдар Абдоразаков, такие, как Сулимский, лучший баритон мира, Весенин, левенца-сопрано, солистка Мариинского театра, татаринцы, вот только что вчера выступали у нас во дворце под симфонический оркестр. И наши дети имеют возможность слышать живую музыку и выступать под голоса великих артистов. Они не боятся к нам приезжать. Например, Ильдар Абдоразаков приехал прямо из Милана. Он приехал из Милана, где он пел оперу Иван Сусанин. Премьера в Миланском театре состоялась с ним и русской оперой российской. Поэтому они все здесь. А вот наши почему-то спортивные деятели, министры спорта, боятся отпускать наши сборные команды своих стран ко мне. И они теперь приезжают все равно, но уже под эгидой клубов. И это очень важно. Поэтому мы должны сейчас искать вот эти, то, что я сказала, альтернативу олимпийским играм и не зацикливаться на этом. Конечно, мы должны бороться. Бороться, идти вперед, бороться и побеждать. Но самый главный соперник – это сам спортсмен себе. Я всегда этих детей учу. И мы самые главные себе соперники. Мы должны идти той дорогой, которую мы можем проложить, и которая будет новой альтернативной дорогой олимпийскому движению. Выше, быстрее, сильнее. Теперь этот олимпийский девиз, который Пьер Кубертен дал нам – нет его теперь. Его теперь нет. В отсутствии сильнейших такого девиза нет. Нет девиза – нет олимпиады. Поэтому я прошу и прокуратуру, которая нам сейчас очень помогает в наших делах, и все остальные правовые органы, и Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, всех юристов вас, которые сегодня собрались на юридический форум, понять, принять, что спортсмены – это наше будущее, это дети, которые, шестилетние, поют гимн России у нас на соревнованиях, и их ноготочки раскрашены в цвета российского флага. Я счастлива, что у нас все продолжается, что наше государство субсидирует в полной мере все наши соревнования, а, как я уже сказала, такие министерства, как юстиция, помогает нам эти законы принять, озвучить и дать возможность спортсменам выступать на том же уровне, что и раньше. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ